Всем привет! Сегодня у нас коротенький ролик, связанный с проблемами на смартфоне, а именно не обновляется Google Chrome, а вместе с ним и Android System WebVF. Такая проблема возникает на многих смартфонах, но чаще всего на Samsung, в моем случае A50. Как видите, за кадром проблему я уже решил, сейчас расскажу как я это сделал. Все дело в том, что не может обновиться компонент Android System WebVF, ну и следом за ним Google Chrome. А сама проблема заключается в Google Chrome, то есть с ним необходимо сделать следующее, очистить кэш и остановить данное приложение, после чего должен обновиться Android System WebVF и за ним Google Chrome. Ну а теперь подробно показываю, что мы делаем. Итак, переходим в настройки смартфона, находим здесь пункт приложения. Ищем Chrome, он здесь обычно по алфавиту. Далее останавливаем приложение, нажав кнопку «Установить». Переходим в «Память» и очищаем кэш. Итак, как видим, кэш очищен, приложение остановлено, после чего можем переходить в Play Market и обновлять сначала Android WebVF, а затем Chrome. Все должно получиться. Также таким способом вы решите вторую проблему, которая, возможно, у вас была. Она связана с тем, что у вас не хватает памяти на телефоне, и вы не знаете, куда она подевалась. В этом также может быть виноват браузер Chrome. Все дело в том, что он сохраняет достаточно много кэша, и потом он может занимать от 1 гигабайта и больше. Что, в принципе, очень неудобно, если у вас на телефоне мало памяти. Поэтому вот вам еще одна проблема, которая решается таким способом. Так что, если кто-то не знал, не обязательно память телефона, занимают только видео, фото и другие файлы, но еще и кэш браузеров. В особенности Chrome. Сталкиваюсь с этим не в первый раз. И вот таким способом решаем мы две проблемы сразу, если у кого-то, конечно, не имелись. Ну и на этом все. Вот такой короткий, но полезный ролик по решению подобных проблем с браузером Google Chrome. Или же с его обновлением. Всем спасибо за внимание. Всего вам самого наилучшего.